Всем привет, с вами Здраво и Здраво Мало, и я хочу рассказать вам про то, как я съездил в Харьков. Две недели назад мне удалось поехать в Харьков и отдохнуть там ровно одну неделю. И когда я вернулся, те, кто следили за моим инстаграмом, задавали мне очень странные вопросы на тему не убивают ли там, не режут, не кромсают, не взрывают ли здания, не кричат ли убьем русских. И вот как там на самом деле, хотел бы я вам рассказать. Начнем с того, как я добрался в эту враждебную территорию. Чтобы сейчас попасть на ту сторону, на ту самую враждебную, как думают многие, вам нужно иметь загранпаспорт и пригласительный. Ну, пригласительный это отдельная история, как он делается, но сделать его можно, стоит это тоже в районе 500 рублей. Добрался туда просто. Я приехал на ЖД вокзал. Там есть автобусы. Билет на одного человека стоит 250 рублей. Пропускной пункт на границе точно такой же, как был раньше. 80 килограмм на одно лицо, 4 метра дюки-фри и все в этом духе. На границе меня особо не шмонали. Все по старинке. Выходите, снимаете сумку, ставите на рентген, проходите, идет и дальше. Там все-таки документы, все. Грубо говоря, чтобы попасть на Украину, вам нужно 250 рублей, собственно, на автобус и 500 рублей на пригласительный. Ну и загранпаспорт, к тому же. Сколько времени сейчас занимает преодолеть границу? Так же, как и раньше. Бывает 2 часа, бывает 3, бывает 4. В зависимости от очереди, которая находится сейчас на границе. Бывает там 1, 2 автобуса, бывает 10 автобусов. Если кто-то думает, что пешком быстрее пересечь границу, то он тоже ошибается. Там бывает и под 100, и под 50, а бывает и 2 человека. Единого способа быстро пересечь границу нет. Курс гримный сейчас на данный момент 1 к 2, не 1 к 4, не 1 к 3, как было раньше. 1 к 2, 1 грим на 2 рубля. Понимаете, как можно потусить на те же деньги? К сожалению, к электронике это не относится. Электроника там стоит заоблачно, даже дороже, чем у нас. Но в плане еды, я всю неделю там гулял, тусил, ел что хотел, заходил в любое заведение, покупал одежду. Про одежду отдельная тема я хотел сказать. Некоторые секонд-хенды, вот некоторые секонд-хенды сделаны как наши бутики. Я, честно говоря, заходя с женой, очень сильно удивлялся, что это секонд-хенд, а не какой-то бутик. Либо у нас бутики такие хреновые, либо у нас секонд-хенды такие клевые, не знаю. Вопреки многим мнениям, когда я попал на Украину, именно в город Харьков, я не говорю про другие города Украины, я говорю только про город Харьков. Там все нормально, там нет того, о чем говорят на телевидении, там никто никого не убивает. Так называемая оппозиция занимает там три палатки перед зданием администрации. Все, это вся оппозиция, которая есть на данный момент. В самом Харькове народ относится ко всем нормальным, всем пофигу, кто ты, что ты. Даже в некоторых местах можно расплатиться рублями. В некоторых местах работают даже карточки. Но учтите, что карточка работает по курсу, который есть в банке. В Беретим нельзя везде оплатить, но есть Альфа-банк, другие банки, которые вполне возможно во многих крупных центрах принимаются, спокойно все это оплачивается без проблем. Как не перемещался в Харькове? Электрички, автобусы, маршрутки, такси, никто не сменял, на этом не перемещались. Я не был там уже порядка двух или трех лет, что я заметил, что появилось очень много кофейн. Так же, как у нас, каждая кофейня на каждом углу, много бургерных, но это в центре. Окраина не изменила, жил я на окраине, в окраине все по-прежнему. Стала видна граница между такой, прям среди людей, между богатыми и прям бедными. Прямо вот четко теперь стало видно. Если раньше какой-то средний плац существовал, то сейчас мое ощущение, что прямо четко. В плане обслуживания, конечно, Харьков порадовал. Нам, нашему городу и многим официантам, конечно, такому поучиться. Да не только официантам. Как-то с обслуживанием и сервисом у нас херовастенько в городе. Но тут от людей все зависит, а не от города на самом деле. Моя главная цель приезда в Харьков была накупить всякое велошушеры. Я долго искал в веломагазин, а это оказалось сложнее. Благо там работает тугис, на тугисе все есть. Ребят советуют, ставьте тугис, скачивайте карту Харькова, там все это есть. Насчет ловит ли там социальные сети. Социальные сети, к сожалению, там наши блокируются, как вы слышали в новостях. Но все VPN-сервисы там работают. Но если кому-то хочется общаться через ВК-одноклассники, без VPN, к сожалению, не выйдет. Но там работают и WhatsApp, и Viber. Интернет там прекрасно ловит. Причем мобильный интернет там разве лучше, чем обычный проводной интернет. Поэтому никаких проблем с общением тоже не возникает. Отпустив неделю, пришло время возвращаться. Обратно никаких проблем, как и туда. Там никого не убивают, там никого не насилуют, там все нормально. Так и на окраине все нормально, так и в городе все нормально. Откуда навязалось это впечатление, что это очень страшный, жуткий город? Да, я не видел русских машин. На машинах, наверное, народ еще побаивается туда ездить. Ну, во всяком случае, не видел номеров русских на машинах. Но сами туда наши ребята ездят. Вполне большой компанией. У меня вот жена туда, можно сказать, каждый выходной мотается, и с ней все в порядке. Что можно делать в Харькове? Конечно, только отдыхать, ребят. Ездить радиоотдыхать. В Харьков прям для этого создан. Ради покупок электроники или других вещей, ну, сомнительно. А вот ради погулять, попить, походить, это вот самое то. С вами был Здраво Мало. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я надеюсь, ответил на многие ваши вопросы. Если вы интересны какие-то вопросы по Харькову, пишите в комментариях. Я отвечу с радостью, не проблема. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.